Более 350 лет на этом месте в селе Ермольна стоит Никольский храм. Сначала он был деревянным, а в начале 19 века построили уже кирпичный. Здесь хранится множество святынь и, конечно, чудотворный образ святителя Николая, которого почитали на Руси, начиная с 9 века. С именем этого святого связано множество удивительных чудес и исцелений, и по сей день православные верующие обращаются к нему за помощью. В нашем храме есть также чудотворный образ святителя Николая, перед которым мы слушаем молитву, все верующие люди, как жители города Видного, так и гости, приезжающие из Москвы и из других городов, молятся перед этим образом, к нему прикладываются и очень часто получают и просимое, и исцеление. Известно, что традиция чтить память Рождества Николая Чудотворца существовала еще в 13 веке, а в 17 праздник упразднили. И только в 2004 году по благословению патриарха Московской всея Руси Алексия II Рождество святителя Николая начали отмечать вновь. Господу помолимся, родцем всем! На престольный праздник богослужения в храме отличается особой торжественностью и благолепием. Обязательно совершается крестный ход чтением отрывка из священного писания и окроплением верующих святой водой. Мы часто приходим в этот храм, это наш любимый храм, и стараемся приходить, где бы мы ни были, первым делом возвращаемся в этот храм. Откуда бы ни мы приехали, вот только из отпуска вернулась и сразу сюда. В нашей стране Николай Чудотворец – один из самых почитаемых святых. В этом году впервые за 930 лет из итальянского города Бари привезли в Россию мощи святителя Николая. Поклониться им в храм Христа Спасителя пришли сотни тысяч верующих. Несколько раз со своей семьей удалось посетить святыню и Ани Синицыной. Чувство, как будто рядом с вами присутствует святой. То есть не просто вот там мощь, а вот он стоит и, можно сказать, погладил тебя по головушке. Ты вышел, засияло солнышко, но не где-то на небе, да, вот у тебя в душе. Традиционно после Рождества святителя Николая Чудотворца у православных наступает Успенский пост, который начнется в понедельник, 14 августа, и продлится две недели. Ирина Бокова, Владимир Андрианов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.